Продолжаем, друзья. Как важно, да, то есть, я говорил об Америке, да, возможно, там совсем по-другому, чем на восточном побережье, начиная от Бостона и заканчивая Майами, где в основном бизнеса идут, там другая состояние, другая энергетика. И вот, скажем, что поистину в таком комплексном гармоничном состоянии миротворенности и радости я заметил, что я нахожусь здесь, находясь в Киеве, находясь в Украине. Таким словом, после того, когда я покинул США и не занимаюсь так активно бизнесом, как я это делал раньше, переместил свое акцент своей деятельности на обучение, на миссионерскую деятельность, работу коучем и тренером, это совсем другая деятельность, и она мне доставляет огромное удовольствие. Конечно же, когда мне приходится порой переходить все-таки на третью чакру, чакру, потому что надо еще рано тебе бизнес, который также висит на моей спине, на моих плечах, в общем-то, каждым днем это все меньше и меньше, этого, к счастью, этим я занимаюсь. Чувствую, что большая разница, конечно, большая разница, когда ты возвращаешься на третью чакру, где тебе нужно зарабатывать деньги и быть вот бойцом, мужиком, конечно, сложновато находиться в состоянии благости, в благостном состоянии, находишься в состоянии страсти, конечно, но самое важное, страсть это не страшно, главное, чтобы мы не находились, не падали в невежество, поскольку невежество, конечно, не делает нам чести, это только усугубляет нашу карму. Окей? Так вот, я хочу поделиться с вами такими типсами в этой повседневной жизни, как можно больше получать вот этой позитивной энергии, энергии радости, которая нам так нужна, потому что настраиваемся свет для того, чтобы можно было можно было вот даже в этой страсти, находясь в этой страсти, в бизнесе, в большом городе, научиться быть в состоянии благости как можно чаще. Конечно, намного проще быть в благости, когда ты в Индии, сидишь в матушке реки Ганги, сарасвати, сарасвати, в большом городе, это, конечно, задача. Это задача. Кстати, мы проходим на нашем тренинге 7 сфер нашей жизни, где мы проходим тренировки и подготовку наполнения своих энергетических центров, всех 7 центров для гармоничной жизни. Вкратце, сейчас я поделюсь с вами своими жизненными подсказками, как это можно улучшить в повседневной жизни, не проходя тренингов с Ярославом Мудрым или где-то еще. В общем, значит, вот такая простая подсказочка. Чем больше мы улыбаемся, тем больше мы улыбаемся искренне, сначала, может быть, даже не искренне не получается, скажем, у тебя тяжелая жизнь, ты озадачен, опечален и так далее. Попробуйте просто делать такую маску. Маску, если не только губы, но еще и искренне вспомните что-то такое хорошее и вот перед собой провизуализируйте и чтобы вас это вызвало чувство приятного, такую улыбочку, как классно, птички посмотрите, не знаю, там мурашки, что вас вдохновляет. Цветочки, может, вы увидели какие-то красивые или просто девушка красивая, мама, идущая с коляской ребенком, вызывает вас в позитивное настроение. замечательное. Улыбнитесь, прочувствуйте это состояние и запечатлите в себе его. Окей? И старайтесь в жизни находить как можно больше, ежедневно, находить как можно больше таких тонких моментов, маленькие моменты, но которые дают вам вот эту радость. Сейчас вот птичка, вот рабочий, бегает в травички, вот я смотрю, собирает себе там травичку, травичку собирает для гнездышка. Так интересно, так это красиво. Находите для себя вот то, что вас вдохновляет. Может, кого-то машина вдохновляет, кого-то вдохновляет одежда красивая, походка, голос, люди, что угодно. Неважно. Для начала найдите тот источник, который есть у вас. Уже в процессе развития вы будете двигаться дальше и находить это, развивать свои источники благостные энергии, более высокие и более бесконечные, которые лучше всего получать от природы, которые неисчерпаемые источники позитивной энергии. Ну, для начала начинайте то, с чего вам, именно то, что вам дает, как я сказал, вот это красивые люди, красивая природа, асфальт, одежда, девушки, дома, солнце, что угодно. Эй, найдите, что у вас было за меня. Если один источник ушел, погода сегодня марная, например, то вы смотрите, раз, ой, деревья зеленые, супер, классно, тоже здорово. Нет зеленых деревьев, зима наступила. Вы смотрите, ну что, снег тоже красивый, ой, красивый лежит. Какие интересные деревья без листьев и так далее, кору рассматривать. То есть, вот задача вам, вам нужно найти вот эти источники позитивной энергии, которые вас вдохновляют и постоянно их используют, постоянно помнят их. Для начала можно, как бы, вот такой листочек, списочек себе заставил и вот смотришь, так что у меня сегодня, вот, сегодня это должен пять источников вот использовать и галочки себе можно ставить, которые дадут мне позитивную энергию. Окей? Это первое. Второе. Большой энергией, обмен энергиями происходит у нас во время общения с людьми. И все мы общаемся с людьми, так или иначе. Самое простое. Начните с того, что, скажем, вот такие рабочие моменты. Вы поднимаете трубку, трубку телефона, кто-то вам звонит и придумаете какую-то такую формулировку благостную, произнося в которую вы сразу входит в состояние такой радости, да, такой вот. Я использую мудру Ом-Намасте. Вот я, когда ее произношу, эту формулу Ом-Намасте, у меня подсознание срабатывает уже на уровне НЛП, якоря срабатывает, и я вхожу в состояние такое благостное духовности, вы найдите что-то свое, то есть, каждому какое-то свое, что-то говорит, так сказать, эй, прекрасный день, да, допустим, здравия вам, или добрый день, я рад вас слышать, чем могу вам помочь, и так далее. То есть, найдите какие-то свои формулировки, которые вы отвечаете человеку, который по ту сторону провода, окей, и чтобы эта формулировочка, она сразу настроила ваш лад общения на благостный, на благостный мотив, на благостный нот, да, не так, типа там, так, алло, слушай, что надо, достали уже, там, так, что надо, или, что-то, то есть, вот, проанализируйте, когда, какие эмоции вызывают у вас, скажем, момент, когда вы поднимаете трубку, да, вызывает ли это позитивную эмоцию, или это вызывает негативную, и вот, постарайтесь трансформировать, найти что-то такое позитивное, которое, что будет давать вам эмоции, и, прежде чем поднять трубочку, также, вот, можно улыбнуться, улыбнуться, представьте, что вы не знаете, кто звонит, и не смотрите на номер телефона, или даже если вы видите, что номер телефона, знаете, кто звонит, вы думаете, сейчас человек что-то мне скажет, хорошее, какую-то хорошую новость сообщит, и вы сразу, в предвкушении этой хорошей новости, просто улыбнитесь, улыбнитесь, вам уже станет хорошо, когда вы с этим человеком уже будете общаться, у вас уже будет хорошая энергия, даже если у него какая-то есть нехорошая новость, услышав ваше позитивное настроение, он сообщит вам эту новость уже не так жестко, не так невежественное, как бы оно могло быть, услышав ваши позитивные эмоции. Вот этот момент. Дальше. Кто работает в соцсетях, кто общается в соцсетях, по веру в свои работы, когда, скажем, как я делаю, когда мне добавляется новый клиент, новый подписчик, я, как правило, я, как правило, записываю аудио в аудиоформате, ему приветствие коротенькое, там на 20-30 секунд максимум, приветствие, и я говорю вот это состояние благости, да, вот скажем, «Эй, здравствуй, дорогой человек, рад тебя приветствовать, вот добро пожаловать», и так далее. Ну, я начинаю, у меня формулирука своя есть, скажем, я говорю «Омнамасте», «Здравия вам желаю», «Добро пожаловать в команду счастливых людей, развивающихся духовно и физически, и так далее». То есть я уже сразу, как бы, человек ко мне добавился, человек что-то хочет, и я ему вот уже излучаю позитивную энергию. И когда люди слушают это сообщение, они просто, это нестандартные шаблоны, они такие «Вау, классно, спасибо, благодарю, так здорово». Обычно, что мы там говорим, пишут, когда тебе это добавляют, ты там «Так, что надо?» «Мы знакомы, вообще ничего не предлагать, у меня все есть, мне ничего не надо», и так далее. Понимаете? То есть, когда с таким настроением ты начинаешь общение, то подумайте, в общем-то, что вы будете испытывать, что человек будет испытывать к вам. и вот когда вы начинаете общение даже здесь через этот позитив, человек его услышал, он сам зарядился, и вам обратно тоже дает позитив, у вас хорошее настроение. И вот чем больше вы улыбаетесь по жизни, чем вы думаете, больше вспоминаете хороших моментов в повседневной жизни, тем больше вы будете заряжаться этим процессом. и замечать вот эти приятные, красивые места, звуки природы, пение птиц, красота травы, деревьев, небо, на что угодно, просто люди ходящие, это так замечательно. И тем больше будет у вас позитивного настроения. Ой, еще вспомнил как раз, да, в магазинах придумали очень хорошо, да, сейчас у нас есть магазины, продавцам, менеджер говорят, что когда вы, когда приходит покупатель, вы им говорите, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, и так далее. Да, какие-то хорошие, приветственные слова. И при этом надо улыбаться. И, как правило, в общем-то, продавцы как бы это делают с неохотой. Я думаю, подсказка менеджеру, для того, чтобы продавцы это делали с охотой, с желанием, расскажите им следующее понимание, чтобы они осознали это. Что чем больше они будут улыбаться и говорить хороших слов встречным людям, даже которых они не знают, покупателям, тем больше они будут получать позитивы назад. И вместо того, чтобы тратить энергию, которую они сидят в кассе и энергию забирают у них прохожие покупатели, они будут энергией заполняться, наполняться. И это так работает, на самом деле, это не сказка, это эзотерика, это обмен энергии. То есть, когда ты человеку сказал, что ты хороший, человек испытал хорошую энергию и тебе посылает ее назад. Говорит, спасибо, у меня все хорошо, здорово. Что, то есть, он уже, если до этого он был злой такой, да, на работе проблемы такие, тут вы его спросили, как у вас дела, что у вас хорошего, там, желаю вам хорошего вечера, вот, прекрасный день, прекрасный вечер. И человек, даже будучи кислым, он уже такой, ммм, все классно, да, смотрит такая девушка или там мужчина, который так говорит приятным голосом, потому что она уже заряженная, вот это, от всех этих лет, у которых она желала радости и благости, которые посылали ей благость назад, и она такая, о, сейчас видит, такая солнышко светящееся. И вы, уставший после работы, смотрите на это солнышко, говорите, вау, чего такого не сказала, говорит, просто добрый вечер, эй, как у вас дела, желаем хорошего вечера. И вы такие, вау, слушай, классно, жизнь в самом деле прекрасная. У вас начинает резервы выходить позитивные эмоции, и вы ей тоже получаете назад, она счастливая, и вы довольны. И вот таким образом вы собираете позитивную энергию. Вы собираете позитивную энергию по жизни. И чем больше у вас таких источников позитивной энергии, тем легче вам жить, тем легче решать вопросы, которые возникают у нас в последневной нашей испытательной жизни. Вот, ребят, пожалуй, это все, что я хотел вам сказать вкратце, поделиться с вами tips of the day, вот этой подсказочкой, такой лайфхак, да, как говорится, лайфхак, positive life, лайфхак, lifestyle, positive lifestyle, позитивный стиль жизни, чтобы вы заряжались этим, и делитесь этим другими. Делитесь с другими. Все, что хорошее, что вы получаете, где-то на скрипе, где-то услышали, испытали, делитесь с другими. Делитесь с другими. Вы это лучше усваиваете. И вы посылаете позитивную волну. Позитивную волну, как мы на нашей позитивной волне, мы делимся позитивными эмоциями, посылаем позитивную волну. Чем больше вы посылаете, тем больше вы получаете. Пожалуй, все, друзья. С вами был Ярослав Мудров-Воронцов на позитивной волне Академия Успеха Ведодом, которая находится на сайте vedodom.com И, конечно же, хочу поделить вам, пожелать вам любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам в столице. Наполняйтесь любовью, наполняйтесь позитивом, благости живите. Это так здорово. Унамасте.